привет друзья добро пожаловать в новую серию сегодня пятница и вы знаете пятница это как второй понедельник у трак драйвера почему а потому что именно в пятницу нужно успеть загрузиться и лучше сделать эту загрузку взять груз через выходные чтобы не стоять потому что не всегда компании открыты не всегда бракера работают и в общем можно остаться на выходные без груза так вот я уже загрузился наполовину наполовину это продукты 10 палет и приехал на вторую загрузку сейчас покажу чем меня будут грузить а грузить меня будут какой-то мото техникой в общем нахожусь на заводе где собирают вот такие машинки такие брутальные гольф-кары и и и и и и и и вас возник вопрос как так продукты и мототехника да все просто дело в том что один брокер и он нам дал два груза так что все согласовано точнее брокер сам нам дал говорю 2 эти груза и сказал ребята делать одну загрузку потом вторую и потом едете на доставку и кстати доставка у нас будет в штате вашингтон так что красивые виды нам обеспечены с вами итак пока меня грузят краткий быстрый экспресс обзор вот такой штуковины короче так вот в общем эта карета я не знаю какой объем двигателя здесь она полноприводная он от полноприводная спереди значит стоит редуктор привода маза дисковые от редуктора уходит кардан назад и под этим всем пластиком в общем двигатель у нас стоит вот здесь у них можно видеть там чуть подальше значит коробка трансмиссия и через нее проходит кардан уже к заднему редуктору и от заднего редуктора уже идут также два привода независимая подвеска полный привод как подключаем этот отключаем и в общем все управляется с кнопки все управление вывезли дальний свет указатели поворотов блокировка есть даже значит рычаг коробки передач руль ручник даже ремни безопасности предусмотрены здесь две педали коробочка автомат сколько все чудо стоит я не знаю название этого отдела сейчас покажу на рынке я таких не видел но потому что в принципе не интересовался трейл мастер называется все чудо вот водяное охлаждение радиатор вот впереди виден здесь ну собственно вот такой обзор если жить где-то в сельской местности в своем доме то можно такую штуку иметь вечерком день прокатиться например куда-нибудь к озеру порыбачить или просто прокатиться детишек покатать учиться чтобы они учились ездили прикольно прикольно я купил наверное может быть конечно не такую наверное что нибудь типа там какой-нибудь поларис там или все что-нибудь вот но что-то подобное бы да и вот как это все чудо выглядит в сборе да скорее всего сзади я просто сейчас посмотрел сзади там не хватает площадочки здесь она есть и этот картинг назовем его так может быть как 1 2 3 4 местный так и 6 местный и сзади может быть либо как грузопассажирский такой отсек либо эта штука поднимается превращается в сиденье вот она она есть здесь и здесь также предусмотренные мне и тогда здесь уже получается полноценная сельская маршрутка а и да и они сюда даже устанавливают лебедку то есть если прям захотелось по хардкорить на ней прям по ураганить то можно будет даже вытащить себя если застрянешь ладно пойду посмотрю как проходит процесс погрузки заставили одеть маску хотя в техасе это первый штат где мэр подписал указивку что можно официально маски не носить а здесь заставили одеть и кстати вес груза будет небольшой все вместе с продуктами вес будет 25000 паунтов то есть это в районе 14 тонн это я так на скидку говорю после того как загрузили решил кинуть одну стропу чтобы эта вся конструкция у меня назад не улетела все теперь теперь я спокоен закрываем пломбируем и едем все готово помните я сказал что в далласе большие развязки большие мосты то есть их много да в общем даллас это реально город дорог и я вам сейчас это покажу поехали а и да у нас до первой остановки 2060 миль что не теряем ни минуты и погнали но друзья мои как пример вот такая вот развязка над головой справа слева все это вот дороги перекрестки дороги путепроводные мосты как угодно их можно называть в общем вот они они и причем что это не самые большие которые находятся в далласе потому что я сейчас нахожусь на объездной далласа вот а если ехать ближе к центру и по центру то там эти развязки достигают десяти восьми уровней там то есть и я в час пик это все забито и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Левых полосы из трех И никто меня не подрезает, не догоняет, не пытается вклиниться И не пытался Несмотря на то, что полоса уже закончилась Средняя И осталась одна В общем, люди понимают И перестраиваются в одну линию И это очень круто Продолжаем двигаться дальше Субтитры добавил DimaTorzok Сегодня целый день еду И показывать особо нечего Потому что кругом поля Степи И очень сильный боковой ветер Поэтому приходится рулить двумя руками Но я заехал на Рестерию Чтобы передохнуть маленько И пообедать бы уже не мешало И... В общем Пусть всегда будет вкусно Вот такое дело, короче, у меня сегодня на обед Сейчас приготовим стейк Перекусим, отдохнем, погуляем И поедем дальше Итак, спустя час я отдохнул Перекусил Все, умрал Сейчас наливаю кофе себе в дорогу И продолжаю двигаться дальше Кстати, смотрите Какой подъехал автодом Мега крутой На таком путешествовать одно удовольствие Смело могу сказать Что здесь есть и туалет Два туалета Ванная, либо душевая Ну, не ванная, а душевая Кухня Две комнаты полноценные Он раздвижной У него две секции Выезжают с одной стороны С другой стороны тоже выезжают Еще такие триллера Под заказ делают С балконом Либо гаражом Сзади То есть задняя часть у них откидывается И, конечно же Он цепляется Не просто в простое устройство Сцепное А цепляется В такое Подобие пятого колеса И такой триллер Может утащить Либо пикап Потому что там Должно быть установлено Сцепное устройство Такое Ну, типа пятого колеса Седла А также я видел Что такие триллера Перетаскивали Сидельные тягачи Ну, вот То есть под Размер пятого колеса Вот этот сам пин Он туда подходит Классно Так А еще мне надо Выкинуть мусор И вот смотрите Просто показываю Это Потому что я видел Как-то Как в окно Летит мусор У одного Тракиста летел У меня Есть Специальный Крючок Куда я вешаю Специальный Пакет В который Летит весь мусор Выглядит Таким образом И потом Это все идет Вон туда В мусорку Никогда Никакая бумажка Никакой огрызок У меня В окно Не летит Так что Знаете Как говорится Чисто Не там где Убирают А там где не мусорят Итак Очередная остановка На моем пути Только что Заправился Залил 137 галлонов Почти 138 И 462 доллара Топливо Стоит у нас В Колорадо 3 доллара И 35 центов Сейчас Маленько Прогуляюсь Такое Я случайно Закрыл дверь Классно Классно Когда ключи Есть в кармане А так Сейчас были бы Танцы с бубнами Творческий беспорядок Теперь порядок Так Проверяем Смотрительные приборы На улице Темнеет И продолжаем двигаться Дальше Впереди У нас Вайоминг До которого Еще надо Добраться Нахожусь в Колорадо На данный момент На улице По-прежнему Дует Сильный ветер И пришлось Даже маленько Подутеплиться Когда вышел Когда вышел Погулять Точнее Дозаправиться Потому что В одной футболке Как-то вообще Некомфортно А на Тракстапе Тем временем Есть места Есть места Но Места Занимаются Забивается Тракстап Не так сильно Конечно Как это Бывает В будние Дни Сегодня суббота И Самые благоприятные Дни Чтобы найти Вечером Парковку На Тракстапе Это пятница И суббота Потому что Многие Тракдрайверы Разъезжаются На выходные Домой Отдыхать И лишь немногие Остаются на дороге И поэтому Проблем с парковками В эти дни Вот пятницу Субботу Нет Вот воскресенье Уже появляется Потому что Многие Возвращаются на дорогу Начинают Ехать дальше В общем Как-то так Ну все Погнали Суббота Доброе утро Друзья мои Сегодня Начинаю Свой Третий день Увлекательного Путешествия Из Техаса В Вашингтон И Нахожусь В штате Где В зимний Период Времени Дорога Большую часть Времени Закрыта Чем открыта Где Ветро Может Спокойно Перевернуть Грузовик И Если Свернуть С дороги То Можно По полям И просторам Бежать Сутки Не встретить Человека Что за штат Правильно Вайомер Остановился здесь Проехал вчера Немного И По причине Ветра Опять-таки Ветра Ветер был сильный Порядка 50 миль В час И Порывы ветра Достигали 70 миль В час Вот На данный момент Ветер Более-менее Вроде Как Подуть Тих Но На дороге Можно Видеть Вот такие Вот Знаки Смотрите Так вот Эти знаки Говорят О том Что Дорога Закрыта Для Грузового Транспорта С легким Весом Вот Я Загружен Более-менее Нормально Так что Сейчас Делаю Пти И Выезжаю Более-менее Питья сделан, статус дорог проверен, дороги открыты, можно выезжать. Итак, короткое обключение. Дорога по Войобе, 80-й интерстейм, достаточно интересный, живописный, красивый, но капец какой опасный. Я не знаю, передает ли микрофон в камере ветер, с которым сейчас приходится бороться, но это капец как тяжело, потому что на данный момент, в общем, ну я вот проезжал недавно знаки, и было написано, что ветер, который дует, его скорость 55 миль в час и порывы до 70 миль, вот. Движение для грузового транспорта с легким весом по-прежнему закрыто, вот. Вообще, ну как бы дороги открыты, кто хочет попробовать свои силы в борьбе со стихией? В общем, продолжаю движение. Продолжение следует... Дорога дорогой, друзья мои, но отдыхать тоже нужно. И я сделал остановочку в живописном месте, предлагаю пойти и маленечко размяться, погулять и насладиться этой красотой. Погнали! Итак, друзья, добро пожаловать в Юту. Именно это красивое живописное место я вам собирался показать. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, друзья, добро пожаловать в Юту. Я только что заехал, только что пересек границу двух штатов, Вайоминга и Юты. И нахожусь на 80-м интерстете Террестерия. Вот, и я здесь постоянно останавливаюсь, потому что вот эти виды, они просто завораживают. Я люблю очень здесь погулять, походить. Так как здесь есть еще и вдобавок пешеходные маршруты. Я знаю, что сейчас задувает ветер, но ничего с этим поделать не могу. Вот, и предлагаю просто помолчать и насладиться этими видами. Ну и что, я взял с собой кофту. Давайте попробуем полетать. Субтитры создавал DimaTorzok Вот в этом, наверное, весь я. Как только остановился в красивом месте, сразу сумочку на плечо с дроном и побежал по всем горам. На одну гору сбегал, на другую гору сбегал. Ну, засиделся, в общем. Вот, но я не видел других трак-драйверов, чтобы они так же носились по горам. Чего-то там фотографировали, снимали или хотя бы просто глазели. Все сидят по тракам. И самое интересное, что все, большинство, большинство сидит просто за рулем. Ну, вот как-то так. Мне это дело очень интересно. Здесь, как я уже говорил и повторюсь, очень красиво. Снега нет, снег растаял. И его осталось только чуть-чуть. Слегка видно по сопкам гор. Проснулись. Такие бурнутки тут бегают. Такие шустрые. Просто ставил камеру рядом, хотел поймать, чтобы побегали вокруг камеры. А не тут-то было. Но я не скажу, что они особо пугливые на самом деле. Но все изрыто. Это вот все их норы. Вот, 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 вот. Землеройки. Просто невероятно высокие горы. Отвесные просто скалы. Если честно, я бы туда поперся. Прям полазил бы там. Потому что вот по ущелью можно подняться на самом верху. Самое главное потом с обрыва не сорваться. Ну что, отдохнули, погуляли. Сил набрались. Надышались. Чистым воздухом. Поехали дальше работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, день 3. Дорога в этот раз выдалась достаточно тяжелой, потому что как только я пересек границу штата Техас и Оклахома, как только заехал в Оклахому, начался сильный ветер. И он продолжается до сих пор. И я проехал в Оклахому, Канзас, Колорадо, Байоминг, заехал в Юту, проехал Айдаха. И все это время просто сильнейший ветер меня сопровождает всю эту дорогу. Надеюсь, что горы Колорадо, горы Орегона, извиняюсь, которые будут у нас сейчас впереди, маленько, хоть маленько от этого ветра укроют. Потому что уже просто подустал я ехать по этой дороге, ну, именно по такой погоде. До первой доставки остается ровно 300 миль. И из них 193 миль мне предстоит проехать по Орегону, и потом мы с вами заедем в штат Вашингтон. Я проверял буквально недавно прогноз погоды, и впереди, возможно, даже будет снег. Возможно, мы даже успеем его застать. Поедем и посмотрим. Продолжение следует... Итак, весовой контроль желает поздороваться с нами. Далее красный. Заезжаем на весовую станцию. Не знаю... Не знаю весовая, что-то Регон. Здесь две полосы для движения. Левая и правая, кнопки открытые. Поедем на лево. Вообще без разницы, с какой стороны заезжать. Движение по весам. Тут, получается, весы на одну ось. Проезжаем со скоростью 3 мили в час. Спокойненько. Не дергаясь. Отлично. Все, нам зеленый. Спокойненько выезжаем. Если даже и останавливают, то останавливают только для того, чтобы проверить пермит, разрешение на проезд через штат. И если пермита нет, то просят заплатить. По ценам не подскажу, сколько это стоит. Потому что у меня было такое один раз. Я работал в какой-то компании, когда у компании не было пермита. Сейчас у меня с документами все в порядке. Все пермиты, все разрешения, все оформлено. Так что это была обычная проверка веса, так скажем. Но на камерах я засветился. Получается, они знают, что я заехал в штат. Относительно новая, или даже новая прям заправка, Тиэйка. Рисовая, прям очень классная. Много места. И здесь есть несколько ресторанчиков. Прям, ну, прям классно. Можно остановиться здесь на отдых, на ночевку и сходить перекусить прям. Вкусненько. Вот, здесь также река Коламбия потекает рядышком. То есть, если есть желание походить, погулять, полюбоваться видами. Все это здесь доступно. Ну, нам некогда. Сроки поджимают, так что надо гнать. Рисовая, прием. Рисовая, прием. Рис다 means veil. Рисы. Ну что, прогноз погоды не подвел? Дождались снегопада? На секундочку, конец марта, начало апреля. И идет снежок. Но для этих мест это нормально. Самое главное, чтобы цепи не пришлось одевать там дальше. Продолжение следует. Ну вот и весь снег. Как будто ничего и не было. Но это не повод расслабляться впереди Вашингтон. И впереди еще более высокий и сложный перевал. Так что едем, смотрим дальше. Так, мост, река. А это значит что? А это значит что посредине реки проходит граница двух штатов. Орегон и Вашингтон. Добрались. Добрались таки до Вашингтона. Погода пока отличная. И ветра нет, что не может не радовать. До первой доставки остается 92 мили. И едем. Итак. И сразу же нас встречает весовая станция въездная в штат Вашингтон. Посмотрим, что же она нам скажет. Ограничение скорости по штату Вашингтон для безового транспорта 60 миль в час. Соточка. 100 км. Можно ехать. Можно даже чуть-чуть превышать. Миль на 5, не больше. Тогда мы не будем привлекать к себе особо много внимания. Так. Вейтстейшн. Некстрайд. Оупен. Окей. Байпас. Замечательно. Вообще отлично. Байпас. Байпас это значит что мы можем ехать прямо и не заезжать на Вейтстейшн. Потому что на дороге были такие предварительные весы что ли. Полосочка такая. И вот мы по ним прокатились. Плюс еще наверху у нас висел припас датчик который считал и который знает что у нас все в порядке и к нам не надо приставать. Вот собственно мы и продолжаем движение дальше. И так кажется приехали. Сейчас будем искать место где можно остановиться. Вау. У нас упали колесики. Но ничего страшного. Они резиновые. И так рассказываю. В общем приехал я на первую доставку. Значит мне повезло что сейчас конец рабочего дня и полосу открыли. Эта полоса была закрыта. И я запарковался изначально чуть подальше. Вон там. И мне ребята говорят заезжай вот сюда. К нам на driveway. На почту. И здесь мы тебя будем разгружать. Если честно удивлению не было предела когда я подъехал и увидел что типа мотосалон закрыт. А это мотосалон. И закрыт до... Что мотосалон закрыт до 30 числа. Якобы 30 марта он только откроется. То есть это завтра короче. Вот я рассказал какая сегодня дата. И благо двери были открыты на заднем дворе. Я зашел поздоровался. Говорю ребята у меня к вам для вас доставочка. Вот собственно изначально вот это объявление я и увидел. Хоть через огно посмотреть что там... Что там есть. Если будет видно. Так как специального рампа нет чтобы заезжать в трейлер. Приспосабливаются как могут. Получается подтягивают палеты тросом. И потом снимают уже погрузчиком. И так надо будет сделать 14 раз. 14 палет. Нахожусь я в городе Union Gap. Штат Вашингтон. В общем это недалеко от города Якима. Большой такой. Ну более-менее. Большой городок. И кстати вот сколько раз обращал внимание что в Вашингтоне. Именно вот в Вашингтоне. Все места куда бы ты ни приехал. Грузиться, разгружаться там. То есть доставку делать. Всегда вот какие-то маленькие локации. То есть больших локаций их... Ну они есть, но их крайне мало. Крайне мало. Пока тут нас разгружают кстати. Давайте посмотрим. У ребят что тут мастерская какая-то. Ну так интересно просто заглянуть одним глазком хотя бы. Кайфово. Кайфово. Хорошо. У меня в руках еще одна ломбочка. Сейчас закрываю трейлер и выезжаю. Кстати. Остальной груз. Это продукты. Он идет. Не поверите куда. В тюрьму. Так что завтра мы едем с Вами в тюрьму. Я не обещаю что я там смогу полноценно поснимать. Чтобы мне не выделили там номер с мягкими кроватями, постелями и стеночками. Вот. Поэтому подъезд точно сниму. Вот. Ну и хотелось бы сказать что ребята прям вообще супер молодцы. Такие прям дружелюбные. Все быстро сделали. Разгрузили. И классно пообщались. Все. Закрываем и поехали. Все. Трейлер закрыт и опломбирован. Я готов выезжать. И теперь чтобы мне выехать из этого кармашка. Мне предстоит сдать назад до конца вот сюда. И потом выехать сюда передо. Я думаю что это более чем выполнимая миссия. Проверяем. Проверяем. очередная остановочка очередная дозаправочка и заключительная на моем маршруте техас вашингтон вот почему потому что вообще не планировал еще раз заправляться это четвертая заправка потому что у меня был хороший расход но за три дня то что я ехал был сильный ветер и расход с 8 4 миль на галлон упал на 6 если перевести это в литры то у меня расход был 28 литров на 100 километров а стал 39 и 2 просто ест как не в себя но приятного аппетита дружище вот мне не жалко заправляю своего коня и еще хотел сказать и показать максимальная неудобная заправка шланг один и получается надо его туда-сюда оттаскать этот бак завлил заливаю второй беру чем перекусить себе в дорогу времени нет готовить хочется по светлу добраться до 2 доставки где-нибудь максимально близко запарковаться потому что тот город куда я еду называется город монро это пригород большого города сиэтл вот и с тракстапами там беда и я нашел закуточек кармашек буду ночевать сегодня не на тракстапе вот такие короче дела если вкратце и заправились и того получается 407 долларов и 113 галлонов как же так пистолет же с другой стороны пошел убирать вот момент когда ресторе весовая станция закрыта и надпись горит зеленым едешь издалека и видишь что горит зеленая надпись подъезжаешь ближе видишь что написано closed закрыта это такое бывает только в вашингтоне у них красным написано что она открыта зеленым написано что она закрыта это единственный штат где сделано все наоборот я все еду и налюбоваться не могу этой красотой как же здесь красиво вообще совершенно другая природа погода во флориге на данный момент плюс 28 там летом уже в полном разгаре здесь летом даже и не пахнет он лежит снег на обочине на улице примерно плюс 5 плюс 8 градусов дышится совершенно по-другому здесь иначе я за это люблю америку что здесь такая разная погода природа что вот допустим можно поехать во флориду и поплавать в океане погреться на солнышке на пляже или сесть в самолет допустим и улететь в юту покататься там на лыжах или ну надо сесть на машину и пересечь всю страну от океана до океана и увидеть весь масштаб вот вот этой всей красоты невероятно красиво вот то что мы сейчас проехали это не просто мост это специальный переход для животных если обратить внимание то вдоль дороги идет такая сетка забор чтобы животные не входили на дорогу и в 2018 году был построен вот этот переход там есть даже табличка там написано что это специальный переход для диких животных представляете как круто вообще невероятно где бы еще так заморочились просто а Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, друзья! Добро пожаловать! Я уже запутался в такой день. Наверное, день 4, да? Вот. Я все еще с этим грузом, который взял в Техасе. И вчера не получилось делать доставочку вторую. Почему? Потому что приехал поздно. Вот. Приехал поздно. По обстоятельствам от меня не зависящих. То есть, но... Как есть. То есть, вообще, груз я могу доставить еще через... У меня запас еще 2 дня. То есть, на самом деле, период давался достаточно большой. Вот. И... Ну, это просто не в моих интересах. Долго ехать. Потому что, как бы, время. А время – деньги. Поэтому, как бы... Поэтому, как бы, сегодня доставляем груз и едем работать дальше. И я хотел показать просто, где я ночевал сегодня. Такая заправочка. И... Такой вот пятачок. Дело в том, что я вчера доехал до второй своей локации. И... Я думал, что я там смогу переночевать. Я проверил карту. Но, на самом деле, то, что я увидел со спутника и то, что есть на самом деле, как бы, две большие разницы. Поэтому, мне сказали, чувак, извини, но на территории тюрьмы ты ночевать не можешь вообще никаким образом. Поэтому, говорит, давай, езжай и вернешься завтра. Вот. А я когда ехал, я обратил внимание, я обратил внимание. Во-первых, я ехал вот по той дороге, которая у нас там виднеется. Вот. И я обратил внимание, что здесь стоял трак. Я запомнил это место. Здесь 7 миль, получается, разница. И когда мне сказали, что я не могу там ночевать, я приехал сюда и прекрасно запарковался. Вот стоит трак. Там еще стоит трейлер без трака. То есть, и... Здесь достаточно людное место. Проезжая часть, получается. Заправка одна там. Заправка одна здесь. Там дальше школа, жилой. Уже пошел какой-то комплекс. Там вот мойка. Ну, в общем, было нормально. В общем, было нормально, потому что бывают такие места, ты заедешь куда-нибудь в деревню или там на какой-нибудь глуши остановишься и думаешь, как бы тут медведи не появились какие-нибудь. А в Вашингтоне это достаточно актуальная тема. Кстати, вчера ехал, не успел заснять. Три лося стояла на дороге. Не оленя, лося. Три здоровые. Пипец просто. Вообще, мне кажется, они без проблем могли бы заглянуть в мое окно туда. В общем, позавтракал, сделал PTI перед рейсовый осмотр и готов выезжать. Поехали уже. Доставим этот груз и закончим на этом. Поехали. 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 Ну вот и все, доставочку я сделал, разгрузили меня буквально за 14 минут. Ну, во-первых, 10 палет всего лишь, во-вторых, 2 погрузчика, ребята работают очень оперативно и быстро, ну и в-третьих, гражданские люди в виде меня на территории такого объекта, ну там просто-напросто не нужны. Поэтому все прошло очень быстро, без происшествий и попросили быстро-быстро удалиться также. И, ну, да оно и понятно, то есть это не просто объект, не просто какой-то склад, это тюрьма. Вот, и уникальных кадров в виде прогулки по территории у меня снять не получилось, потому что комната, VIP-комната с мягкими стенами мне просто-напросто не нужна там в этом заведении. Вот, вы видели, как я заехал, как я выехал оттуда. Ну, на этом все, извиняйте. Собственно, приехал на парковку, где я и стоял, где я и ночевал. Сообщил уже диспетчеру, что готов работать дальше и диспетчер уже подыскивает мне новый груз. А я пока что погуляю, отдохну и полетаю. Подсниму красивых кадров для вас. Ну и в свою очередь благодарю всех за просмотр. Спасибо, что вы были со мной. Этот груз, этот трип, эту поездку из Техаса в Вашингтон. Как всегда, всех обнял. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok